здравствуйте друзья уважаемые подписчики моего канала у меня уже накопилось довольно таки большое количество подарков от дмитрий палыча вот такого высокотехнологичного рода хочу открыть целый цикл видео по их обозреванию и возможно даже использование то что я все не использую все подарки ребята это ничего страшного но их слишком много а я по сути один работаю до сих пор один все делаю сам делаю монтаж снимаю видео димы кстати тоже есть канал я ссылочку оставлю в описании там у него еще и покруче вещи нет нет да проскакивают так что ребята подписывайтесь подписка нам сейчас всем нужно всем блогерам это ваша поддержка и так что же это такое смотрите какой красавчик дима мне его очень давно отправил но я потом очень давно ждал подходящий пропеллер потому что надо было заказать в китае а поршневые двигатели с неподходящим пропеллером как я выяснил ну довольно таки плохо работают это друзья четырехтактный поршневой бензиновый звездообразный авиационный двигатель с верхними головками цилиндров с центральным расположением распредвала с толкателями клапанов здесь наверно клапана даже нужно будет регулировать в общем сегодня мы будем его разбирать смотреть устройство конструкцию обсуждать это в комментариях обязательно и естественно произведем запуск прежде чем разбирать хочу вам сказать одно что это топовый двигатель доселе мы в основном смотрели либо китайская то есть был двигатель с карбюратором от бензопилы все так сказали здесь уже ребята я смотрю сходство с бензопилой нет никакого никто не сможет уличить что это карбюр от бензопилы и он должен работать просто превосходно кстати ресурс у него не такой уж уже и детский ресурс около 500 часов ну по крайней мере ходят легенды что они вывозят этот ресурс ну как по мне это просто какая-то нереальная тостика авиационный двигатель с ресурсом 500 часов это как как это возможно так что сегодня мы узнаем как выглядит топовый авиационный микро двигатель изнутри самое простое это снять клапанную крышечку она снимается для регулировки клапанов здесь два клапана на цилиндр и посмотреть что под ней надеюсь здесь прокладки многоразовые смотрите уже вижу следы роскоши видите под винтиком есть медная прокладочка какое все миниатюрное видно что он запускался друзья есть удобные винты для регулировки клапанов мы обязательно отрегулируем и все проверим вот смотрите как нажимается клапан я вращаю коленвал и клапан нажимается давайте проверим есть ли вообще здесь какой-либо зазор слышно щелкает зазор минимальный но он есть интересно в мануале что по этому поводу написано есть такая вот микро инструкция написано что зазор может стремиться к нулю и быть сколь угодно малым но он должен быть но не больше 0 1 миллиметра достал свои супер щупы сейчас померяем все как в обычном dvs только очень маленьком 5 соток легко заходит а вот 01 я думаю совершенно не заходит ну скажем так зазор великоват потому что 01 почти заходит можно и подрегулировать мощности прибавится снимаю карбюратор чтобы не мешался на нем написано правда что это не карбюратора pump system возможно там даже есть насос это мы увидим когда вытащим нет насоса никакого нет потому что он ставится просто на резинку его мы разбирать не будем я думаю там ничего интересного а настройку можно сбить что характерно движок этот имеет целых 20 кубиков объема но пропускное отверстие золотника просто сверх малая где-то 5 миллиметров то характерно для двухтактных около пяти кубовых двигателей очень маленькая очень маленькое отверстие но так как движок черептактный работает все попеременно видно из-за этого карбюрчик вообще конечно муму мушный трещотка щелкает очень приятно раскручиваться не должна и вообще интересно насколько большие вибрации создает этот двигатель сейчас будет интересненько и потому что хочу добраться до коленчатого вала видите есть некие следы облегчения двигателя могли бы и побольше выбрать не знаю правда как будут впускные патрубки высовываться что что-то как-то они как будто бы впрессован но пока не решишь эту проблему нельзя будет снять головку цилиндров а мне бы хотелось показать вам клапана смотрите даже кувалдой стучать не надо аккуратненько все выходит там внутри резиночки я уже предполагаю и все на них держится так резиночки все на месте задняя стенка и впускной коллектор то есть получается топливо воздушная смесь заходит в это отверстие и распределяется по пауку уплотняется всего лишь круглыми резинками которые просто с небольшим усилием прижимаются за счет гибкости трубы ну а вот и интересная подъехала смотрите есть один шатун а к нему подцепляются еще два вот такая вот система если допустим горшков 9 например то там та же самая система есть один мощный шатун который сидит на коленвалу а к нему по кругу подключаются мини шатуны паразитные и тоже вращают поршни все это дело вращается по кругу ребята вот так с противовесом все как положено блин у компрессия дикая не провернуть прям ты посмотри дичайшая компрессия просто снимем вот этот наш цилиндр у которого уже сняты крышки винты выкрутил теперь аккуратно чтоб не высыпались толкатели так крепенько сидит жалко может быть прокладка одноразовая попробую прогреть потому что не идет напрессован цилиндр сидит очень жестко стучать долбить не хочется по такому моторчику обратите внимание корпус сделан очень прочным то есть нет никаких облегчений толщина вот здесь где-то 7 миллиметров что очень крайне удивительно для авиационных двигателей обычно на авиамодельных моторов ну там толщина стенки 3 миллиметра с какими нибудь ребрами жесткости хотя бы но все же тоненькая а здесь вот смотрите есть что облегчать но опять же облегчать я не буду так сорвал цилиндр получилось надо же все-таки нагрев великая вещь правда прокладка ребята одноразовая вот же болена и по любому нужно будет регулировать клапана главное штанги еще не перепутать и чтобы они стали все на свое место обратите внимание ребята что все это делается ради вас люди присылают вот такие крутые штуки как дима как алексей как другие подписчики я же разбираю это все не жалея учитывая что я уже прокладку разорвал обратно ну так уже не станет надо что-то колхозить и так далее я даже турбинку как-то разбирал потому что алексей просил чтобы я ее именно полностью ради вас разобрал надеюсь вы это цените так но мы едем дальше наша задача вынуть поршень идет потихоньку я вижу тут очень интересную вещь одну вам понравится вам зайдет такое то есть уже видно сверх технологичная штука здесь есть не знаю заметили вы или нет ну два кольца это понятно это все нормально ничего необычного но вот смотрите палец какой а палец ребята керамический стоит вот это прикол вы представляете такая керамика имеет малое сопротивление качению трению вообще абсолютно никак не стирается если она полирована она наверное алюминий не жрет никак я в шоке если честно и такое вижу в первый раз но осуществование стержней таких керамических они по идее из оксида алюминия должны быть осуществование я знаю как видите уже давно никаких задиров на поршне нет качество обработки изумительная вот такие колечки поршневые черного металла колечки не блестят еще не притерлись даже рассмотрим повнимательнее цилиндр ханинговки как обычно нет никакой на модельных движках и и не делают зато смотрите какие клапана гигантские пружинки очень маленькие но усилия приличная создать какая-то интересная камера сгорания треугольная опять же видно что есть что тюнинговать вокруг клапанов можно хорошенечко все это дело расточить но опять же я этого делать не буду чтобы не нарушилась смесь и чтобы движок это также прекрасно заводился как и должен заводиться дальше мы еще конечно посмотрим сейчас доберемся до распредвалов и будем потихонечку потом все собирать и запускать так что там какие-то шестеренки что ли блин не перекрутить бы друзья а то потом я не настрою его все достал вон там есть шестерня и здесь тоже есть шестерня я теперь не знаю как это все обратно совмещать радует одно что я здесь вроде бы ничего не перекрутил и должно стать обратно как было ух вот это стремная тема не думал я что будет она именно так выглядеть видно вон внутри кулачок довольно таки большой с этой стороны тоже и здесь вот это вот это самый настоящий кулачок один и там второй где-то должен быть снизу да так и есть вот он второй так что опять беды наделал опять разобрал и теперь наверное зуб на зуб не попадет чуть-чуть куда-нибудь на один зуб может сместиться подобрал бумагу раз двигатель японский той прокладки будут из японской бумаги разобрался с метками метка в виде точки расположение верхней мертвой точки после разборки сборки клапана остались в допуске но зазор несколько увеличены видимо прокладки я поставил чуть потолще поэтому хочу под регулировать благо нашелся ключик здесь он на 3 миллиметра что ли но очень маленький и после расконтривания можно подкручивать винтик и смотреть что получается кстати под залил маслица сюда немножко немножко повозился но отрегулировал все клапана везде был повышенный зазор сделал на выпускных чуть-чуть побольше на впускных поменьше на выпускных пятисоточный с трудом залазит на впускных вообще практически не залазит но люфт есть везде в любом случае буду корректировать буду смотреть если будет долго работать естественно буду их проверять комплекте у нас имеются вот такие мозги с нумеровкой по подключаемым цилиндрам свечи как вы понимаете четко надо подключать вот в инструкции тоже есть обозначение цилиндров так что здесь проблем не будет все будет четенько сразу с первой попытки раз уж решил испытывать такой крутой двигатель решил сделать и крутой стенд стенд который будет не только для такого двигателя использоваться но и на будущее все ребята изготовил стенд конечно постарался на славу обратите внимание движок уже установлен и готов к запуску подсоединил правильно свечи и делал сервопривод управления дроссельной заслонкой какая же она все-таки маленькая все-таки три цилиндра как никак подключил тахометр правда когда я покупал я не учел что они разные они под разное количество вспышек разное количество цилиндров и мой тахометр показывает погоду на луне либо цену на дрова я еще пока не определился но какие-то цифры он показывает по крайней мере можно понять больше оборотов или меньше потому что надо производить обкатку есть кое-какие нюансы я уже его запускал и мне не все понравилось так что сейчас буду запускать при вас обратите внимание снял один патрубок хочется кое-что вам показать выточил кок роскошный для того чтобы можно было удобно запускать да и чтобы вид имел с пропеллером у меня есть два пропеллера один карбоновый чуть чуть побольше один деревянный чуть чуть поменьше оба они в принципе подходящие для этого двигателя так что давайте поставим деревянным с ним моторчик быстрее веселее крутится и попробуем одно могу сказать движок запускается просто класс истинная роскошь ну что как думаете как запустится быстро или нет о видели дюбает на он уже хлопает ребята смотрите 1 1 1 как я уже говорил есть некие нюансы смотрите вот этот цилиндр работает идеально этот немножко подкапчивает этот еще сильнее подкапчивает вот такая есть неравномерность мне кажется нужно очень долго нудно его обкатывать вот так показывает тахометр не знаю насколько надо умножать такое чувство что в 10 раз так как надо обкатывать обратите внимание какой поставил баг это 10 литровая канистра частом 5 литров с выхлопа бросает какую-то лютую попать можно газку поддать ребята наконец показать вам как он работает вот он плохой цилиндр вот он брызгает не сгоревшие смесью какие маленькие обороты может давать просто сказка да получается тахометр вот этот нужно умножать на 10 и тогда он правильно показывает обкатка идет полным ходом раньше он на таких малых оборотах отказывался долго работать чуть-чуть подырчит и глохнет сейчас уже работает и работает ребята все-таки двигатель сверх классный работает устойчиво немножко правда подпердывает там что-то у него есть какая-то неравномерность ну мне кажется все притрется глядя на то какие были поршневые кольца делаю вывод что там есть чему придираться ну пока что я потратил где-то сантиметр от общего объема бака что очень мало мне кажется надо бака 23 чтобы обкатать этот двигатель потому что ресурс 500 часов как бы намекает на это что быстрой обкатки не ждите обороты ки штатные у него 1800-10000 но вот похоже на правду то есть получается 1600 у него где-то было вот видите неожиданно заглох я подозреваю что он хочет чтобы мы измерили тягу пока что стенд не предназначен не приспособлен для этого мы можем взять старые добрые весы вот здесь стопорящая палка убирается и двигатель начинает ездить со стендом по направляющим можно будет здесь весы присоединить и измерить тягу движок уже настроен на максимальную мощность заводим прогреваем и в мануальном режиме вручном будем измерять тягу да классно работает ничего не скажет примерно три с половиной килограмма думаю когда катаем около четырех килограмм тяга будет с этим винтиком давайте с другим попробуем уже для чистоты эксперимента поставлю карбоновый почему-то всего лишь один цилиндр идеально работает верхние остальные как-то белый дым бросают не могу понять хоть бы этот так работал было бы классно так непонятно вот я его затыкаю видите как будто на одном цилиндре работает если этот заткнул даже ускоряется если этот заткнул ну тоже работает но стоит мне заткнуть этот он сразу хочет заглохнуть хотя нет что-то там тоже работает устаканивается вот сейчас звук прикольный обалдеть какой звук примерно то же самое здесь есть еще одна штуковина а именно датчик зажигания двигая его можно изменять опережение зажигания я уже пытался настраивать ребят но честно говоря особой разницы нет можно попробовать вот так при работающем двигателе теперь понастраивать посмотреть что будет не знаю не пьет мне пальцы надеюсь надо очень аккуратно это делать так отпустил еще эта штука ездит у нас но и и движком оттягивает главное по пальцам не получить так ну что ж смотрите все будет видите вообще не изменяется и сюда и сюда разницы никакой заметить вообще же давайте попробуем дать на максималку и пошевелить по оборотам можно будет понять ну вы все видели пытался по разному абсолютно по разному и смесь пытался настраивать и пытался на переходных режимах что-то изменять но двигая этот датчик практически ничего не изменяется можно его установить наверно в среднее положение и пусть он будет среднем положении на мне на этом все ребят кому было интересно подписывайтесь на канал также обязательно подписывайтесь на канал дмитрия канал дмитрий палыч называется dp labs там очень очень много всего интересного и канал он все время развивается но у меня все всем пока до новых встреч ждем следующих видео из этого цикла дам небольшую затравку возможно в следующем видео будет вот такой бензогенератор модельный генератор на два с половиной киловатта весит он где-то три килограмма друзья вот такой вот микро генератор у меня его пока особо не получается запустить но в следующем видео на эту тему мы его запустим я думаю как-нибудь да запустим тут просто замороченная схема это тоже презента дмитрий палыч а ребята а вот такой вот аппарат гигантский просто гигантский генератор на два с половиной киловатта жесть